здравствуйте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема мы были недавно около этого места и это древовидный пион я хочу сказать всем у кого есть подобные растения что вот древовидный пион он он конечно очень стойкий товарищ ну правда единственное что мороз ему как-то не очень нравится но при укрытии вовремя он не очень страдает и в этом году он пытается зацвести радость а не знаю какая значит когда вы идете по своему саду и идете мимо этих древовидных пионов пожалуйста полейте и если вы идете с удобрениями пожалуйста покормите их у этого пиона совершенно необыкновенная даже лунка для посадки она конусовидная 80 сантиметров под землю конусом это растение конечно у сладоглаз потому что такой размер бутонов как у древовидного пиона больше ни у каких нету это правда значит что сегодня он получил большую порцию настоя там был и гуматкалия и настой куриного помета процеженный чтобы вы слышали меня обязательно там была крапива обязательно суперфосфат и так далее значит а сейчас я хочу пролить его как следует водой он хочет пить это главное условие у пионов как только у вас появилась вода на дачном участке вы должны понимать что поливать надо ну первые как всегда нарциссы вторые пионы вот столько сколько есть воды пожалуйста не жалейте не жадничайте иначе вы не увидите то цветение пышное я хочу чтобы вы увидели какие бутоны здесь я хочу о них поговорить тоже посмотрите пожалуйста видите да как у обычного пиона образовалась такая круглый шарик он будет нарастать естественно но если вы забудете полить то он засохнет поэтому поливать практически каждый день практически до набирая массу сейчас идет проблема вот знаете в чем что весной пионы свои рассаживать нельзя уж тем более зелеными листьями лучше это делать в августе весна это время когда идет образование зеленой массы верхней части растения понимаете да а мы раз его отрубили и пошли садить нет мои хорошие он не выдержит такой операции ему это нельзя значит и сейчас идет образование и зеленой массы и бутонов поэтому поливать обязательно поливать не жалея воды и это главное условие и если вы большая умница или умник вы должны обязательно один раз полить водичкой через два-три дня обязательно дать подкормку для того чтобы образовалась корневая система очень хорошее удобрение химическое ничего страшного пионы есть не будете это амофос там очень много огромное содержание фосфора который благотворно влияет и на корни на корне образования и еще и на цветение и рост самого растения пожалуйста услышите меня значит амофос потом будете давать и добавлять калий обязательно можете делать вытяжку из суперфосфата это тоже очень полезно но не забывайте что и для поддержания зеленой массы ему надо азот поэтому все что является физиологически кислыми удобрениями ну как свой фотоаммония например ему не противопоказано можете настаивать натуральные крапивы одуванчики все что угодно и этим кормить обязательно подкормку азотом заканчиваем в конце июля все в августе начинается подкормка какая правильно калий и фосфор два раза 1 и 15 для того чтобы у нас растение в зиму ушло сытое калий будет защищать его от холода фосфор даст способ возможность развивать корневую систему и он прекрасно перезимует как их укрывать этому осенью к этому вернемся всего доброго и до свидания